всем привет с вами шутник и мы продолжаем проходить игру под названием вампир и так прошлом выпуске джонатан рид очнулся в качестве вампира случайно убил свою сестру и мы продолжаем помогать ему получить ответы на все вопросы но сейчас мы идем дальше по следу убийцы так а прежде я бы хотел посмотреть задание так идти по следу убийцы окей снова ночь я в лондоне наверное где-то рядом с доками и стенда это часть города мне не знакомо я знаю одно здесь кто-то убивает людей режет их пьет их кровь превращает их свое подобие может это произошло и со мной моя бедная мэри моя бедная сестра я должен идти по кровавому следу найти ответы возможно сначала стоит узнать что здесь произошло пока меня не было а затем я разучу того кто сделал это со мной сделал меня таким окей ладно продолжаем так 100 метров до до цели указывается и что тихо нормально нормально так качество крови неизвестно неизвестно социальный слой так а на самом низу типа что может не поговорить а тут не такая она наконец-то какие-то признаки жизни блин так у нас все в крови чем в таком виде сдавали сейчас спокойно мы идем он весь в крови но я сейчас идея смысл подойдем они так спокойно отреагируйте вода да здорово заходить как дела у тебя а то есть тут поговорить с мясными нам надо окей так если мне скажешь что так будет я бы посмеялся давайте поговорим добрый вечер сэр не могли бы мне помочь тебе не помешало бы выпить да прошу прощения за свой вид ночь выдалась непростая она то есть она объяснит таким образом со мной такое бывало не волнуйтесь дальше будет только хуже ну то есть учитывая обстоятельства люди нормально реагировать на его внешний вид так кто-нибудь заходил в бар в паб в бар недавно кто-нибудь заходил извини без понятия я провел всю ночь в обществе этой восхитительной бутылки сэр это важно вы уверены что за последние пару часов бара никто не заходил не знаю да и плевать у нас свободная страна и у людей так приходите уходить когда угодно окей так что ли творится все куда-то попрятались наверно 30 недавно не слышал что ли по убийству все боятся помойного пса кто-то помойный пес местное чудовище на которой можно свалить вину за все преступления кого-то убили само собой это сделал помойный пес окей то есть убийство вампирами они объясняют таким помойным псом до разве это не выдумка имя так учурище и сошел люди всегда будет верить в верить монстров это легче чем признаться в собственных грехах каждый может стать чудовищем остали у вас наедине с вашей бутылкой ну-ка справа нам боже правый сэр у вас такой вес он у вас переживали выпинули хотите кружечку нет спасибо я не хочу не хочу пить садитесь отдохните ночь будет долго так а вот видите мы не можем значит что-то покойство вопрос задать так долгая ночь почему это ночь было долго наверное возить недавно неужели вы не слушали про убийство что за убийство последние несколько недель тут каждое утро находят трупы и эти бедняги умирают не от инфлюенции есть подозреваемые копы не заглядывали сюда даже для начала эпидемии мы-то сами по люди дохнут как мухи и всем плевать так что-то за место это мои папцы бирюзовая черепаха последний луч света в этом опасном районе так вы не боитесь боюсь чего самое плохое происходит в тумане на улице а я наружу не ухожу вы открыты всю ночь такое тяжелое время людям хочется где-то отдохнуть на через а как у них бизнес развиваться учитывая что происходит поможете с поисками я ищу человека который мог проходить через ваш пап вы мне поможете сегодня тихо был еще посетитель но он сразу пошел свою комнату не особо вежливость его страны как по мне то есть он еще здесь ну да он заплатил за неделю вперед так сколько он уже здесь несколько дней назад он снял комнату когда уедет не сказал кто он такой кто за человек как он выглядит довольно поджентльменский хорошо одет очень вежливый профессор или что-то в этом роде все время что-то пишет или читает можно с ним поговорить мне нужно с ним встретиться у меня есть новые вопросы поднимитесь по лестнице и постучите в первую дверь я слышал как он открыл окно похоже еще не спит еще сэр да давайте без шуток ладно это обличное заведение да ладно ладно у тебя так на человека на втором этаже бирюзовой черепахи за сути сэр у вас все хорошо я могу вам чего-нибудь помочь не знаю может просто поговорить со мной подойдите-ка лучше к тому ему больше нравится разговаривать с незнакомцами так вы не хотите со мной говорить я просто хочу поговорить не хотел вас напугать я не боюсь просто мне нужно обслуживать других посетителей я вижу только одного посетителя ну да я и говорю я должна позаботиться о посетителях что происходит где все слишком много людей умерло сэр сначала эпидемия теперь эти ужасные убийства убийства какие именно каждое утро на улицах находят обескровленные трупы ужас какой-то кое-кто говорит что это помойный пёс вернулся помойный пёс кто-то никто не знаю в этом районе часто исчезают люди старики говорили что это помойный пёс выходит на охоту но теперь он убивает на улицах что с эпидемии испанка прошлом летом она многих косила я думала все закончилось сейчас каждую неделю умирать десятки людей а власка что нему делаю ничего лондоне теперь столько карантинных зон что по городу сложно ходить что-то за место это пап тома бирюзовая черепаха официантка сабрина к вашим услугам так вы всегда открыты по ночам нет это все из-за эпидемии там решил что ли не нужно место где можно почувствовать себя безопасности посетители у вас немного где все многие просто спят а те кто не спит на улицу обычно не уходят боятся что их тоже убьет не убьют ненароком окей так ну все попрощаться ладно я пойду спасибо так у нас я появился как информация о ней а качество крови чем не болеет прикольно остальных тоже давите об она переутомление но он пьяный потому что так том вот забавно так есть еще кто-нибудь здесь только наверху наверно да вам лучше не задержаться здесь рычаг стражи племена ями к чему они видят вампиров и делают это очень хорошо они уйдут только тогда когда найдут убийцу у нас с вами общая цель но мне нужно время кажется нас подслушивает вы уверен там походу вампир короче у него что же ходите кто бы вы не были на 100 пудового какая-то вампирша была тихо вампир кто ты такой я я не причиню вам придая вампиру мало веры назовись мне нужно поговорить с кем-нибудь это священник кто ничего не имею против но конферма то отношениями этот джентльмен так и кто же вы так скажем сначала вы там и лучше скажите кто вы сначала скажите что вам нужно тогда я возможно отвечу на ваш вопрос это вас не касается сэр вы вошли в мою комнату посреди ночи усмотрения бледны и дрожите как осиновый лист будьте добры объяснить самым что-то кто-то оскорняют людей убивают их кусают все указывает на вампира такого как вы так вы говорите сознанием дела чего вы это у меня как у вас свои секреты но если вы не вампир то кто доктор эдгар слонси из братства святого павла я провожу независимое расследование и пытаюсь понять что именно здесь происходит ну просто с этого как он там назвал то короче он типа священник так что вам известно об этих убийствах все началось несколько ночей назад пошли слухи о страшных убийствах в доках всегда была скажем так неспокойно но по другим причинам что изменилось здесь основался вампир голодный безрассудный с ним нужно как-то можно быстрее разобраться а с ним нужно как можно быстрее разобраться так я слушал еще один голос женский с кем вы говорили глупости какие вам должно быть послышалось чувствую доверять вам нельзя это чувство взаима чем же заниматься вашу просто если вы слышите о нас впервые лучше поговорить об этом другой раз тогда помогите мне найти виновного сначала расскажите как вы здесь оказались я пошел по следу запах крови не данный жертвы привел меня сюда вы подумали что я есть нападавший это многое объясняет мы оба при следом одну и ту же тень ну по идее это так и есть наверно я не уверен либо да возможно для меня все это в новинку я даже не знаю точно что еще позволите мне разобраться с этим вы понятия не имеете с чем столкнулись нет я сам найду монстра а мой с чего вы взяли что справитесь лучше скажите сначала как вы поступите если надеть убийцу я его прикончу тогда остается лишь пожелать вам удачи и молиться чтобы мы встретили снова были начинаем она бы не так ответить даже не знаю можем с ним еще поговорить нельзя чем попала от нас а нет да да идите вслежит свою тень может мне надо было с ним объединиться блин может зря я сделал так здорово гражданин так 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 а кстати от стол общества часами блин так может нереально облакать с ним разговориться я очень важную сюжетную часть упущу из-за этого блин это плохо это плохо с ним больше не поговорить ну а сейчас принципе уже париться из этого сделать как делали а то есть можно спокойно забать шиллинги у него здесь так если на меня напали полный солнце значит сюда приходил тут еще они явно что-то скрывает блин вот честно говоря меня теперь не очень приятное чувство после того что мы ну как поговорили с этим профессором наверное можно это выпутаться из-за же тесной жизнью так ведь так из них разговаривать такие о чем можем еще поговорить честное слово а ну-ка так кто-то барманом не договорил так добывал жалов отношения искали нет вы уверены что больше никто не приходила в под то меня я сказал что кроме вас чужого здесь не было кажется вы что-то скрывается я много открываю от леса такая уж у меня работ необходимо подсказка у меня ее нету поделин плохо может нам подсказку даст как и служанка официанка как все было на самом деле я поговорил с доктором солнце он не тот а мне нужен выкладывать на чистоту на чистоту вы чем я подозреваю что вечером здесь был кто-то еще и кажется кто мне хочет об этом рассказывать я я просто официантка ясно если там говоришь у них они приходил значит никто не приходил я чувствую ваш страх мадам пожалуйста расскажите мне что случилось уилл уильям бишоп он пришел до вас и мне казалось он кого-нибудь прибьет так что произошло сегодня вечером обычно нарезался 8 а уж его глаза и лицо наверное поцепил что-то ужасно он так кричал это было страшно почему вы так напуган его кожа руки я потом отхлебала каждый стакан каждый стул которому прикасался надеюсь это не заразно расскажите мне про этого уильяма бишопа выл моряк раньше он работал на костяном заводе но и олли он хороший парень никогда ни с кем не дрался до сегодняшнего дня зачем это скрывать что-то такого там не придает друзей когда уилла уволили то предложил ему поработать здесь раньше они дружили но уилл вдруг стал очень злым понятно спасибо за откровенность я непременно поговорю с томом вот мы подсказку и узнали так вот да да подсказка о горожанах вы получили подсказку в ней содержится личная информация о горожане или человека который с ним связан так информация о горожане вы вампир и для развития навыков вам нужна кровь индикатор качество крови указывает сколько опыта вы получили если выпить и кровь сколько опыта вы получите если выпить и кровь горожане на 1 и подсказки увеличивают опыт да то есть чем больше подсказок находим тем соответственно выше качество крови да не хотел бы я конечно никого их вообще убивать так том и уиллем бишоп никогда были близкими друзьями еще есть три подсказки а 4 подсказки даже еще есть делать делать дейсон делаем это кто а это пьяница этот они пьяница выпиши так честно идем разговаривать что на блин я юге укладываю вы можете поставить горожанина поделиться с вами информация если у вас есть подсказка так том расскажите мне о визите на вашего старого друга уильям да вы сегодня заглядывал но он мне больше не друг если он не друг то зачем вы солгали я не лгал я сказал что вы сегодня были единственным незнакомцем и это правда кто он такой уильям просто старый моряк который слишком любит джин он много лет работал на костяном заводе пока тот не закрылся он опасен не чуточки как и многие пьяницы он только с виду наглый да и вообще обычно он еле на ногах держится как он выглядел сегодня по-другому более болезненным чем обычно он но про то что все его ненавидят звал меня поговорить на улице и ушел когда отказался окей я должен его найти это срочно вы знаете где он может он в лодке она стоит у серого пирса он часто там спит если не может зайти до дома пожалуйста опишите его чего вы ожидать учите высокого раньше ульям был сильным а теперь превратился в развален спасибо там если увидите вы передайте что я его не пущу пока он не приведет себя в порядок так ну все с этим бессмысленно разговаривать бедная женщина полу и моют вручную так все мы смотрели блин жалко с доктором разговор у меня очень хорошо получился а чё на момент смысла теперь использовать один да он кстати заходил то суда видите все в этих следах она его отмывают эти следы точнее сказать так что может быть это он убил того бедолого дальше пойдем я доберусь до правды узнаю что сделали со мной с этим городом так требуется добро лица на уже не завод британцы действуются одно опытные инженеры и рабочие записывать и с добровольцами так жало недостойно так здесь лодка или нет осмотреть лодки а вот тело еще теплая изменяли на нам вкачали всю кровь а убили все-таки это так осмотреть костюм этот человек был вооружен и пытался защититься что-то записка так приказы стражей привина так 30 октября от макалума патрульным патрульным токах множество погибших в районе доков мы полагаем что там действует опасный кровосос найдите эту тварь ликвидируйте это да побыстрее так судя по недавним сообщениям от вампир очень агрессивно действуйте с предельной осторожностью я знаю что в этой части города у нас не хватает людей но не поручайте это дело новичкам если я не ошибся то тут действует бешеная тварь которая убивает каждую ночь как всегда сначала осмотрите заброшенные старые дома подвалы склады и канализацию уничтожьте кровососа братья тоже работенка у недок не самых лучших я бы сказал неужели они профессиональные охотники на вампира уже сталкивались не очень агрессивные товарищи так он совершенно обескровлен как и предыдущая жертва кровь и бутылки из поджима это пишем пишет тот еще пенчуга на другом берегу канала кровавые лужи добраться бы до той боржи она тема что перепрыгнем все за больше чем это опана стрелок из тоже примерно сейчас будет бой западные доки а где он тут же был нет а они вон там стоят так а можем подкрыться а можно каким-нибудь тихонько подойти а нас не услышит что ли тихо вот как как под краса я нажимал ну да может через control как нибудь фиг на а вот можно сделать говорю так патроны оружие дальние боя примите оружие дальние боя дороже но есть обычный урон и он при оглушении ящик с патронами отлично они не пригодятся такой чувство словно я снова на фронте стажа всего три недели так какого-то новичка послали им искали новичков не посылать а не подумал что я типа что ли этот кровосотствует самый так почему не прячься там где потеплее хочу разговаривать между собой охранники идти по кровавому следу от пирса а след туда уходит можно их не убивать до сия врага сопротивление некоторые враги устойчивы к определенным видам урона они помечены в соответствии с четырьмя видами урона так физический ближний бой и дальний бой магический кровь и тень соответственно у него ближний бой и дальний бой и сопротивление оранжевый цвет означает среднюю устойчивость высокую значит дальний бой бесполезно да и ближний фигово магия его вы надо маги то есть надо когтями убить он один здесь что где 2 дай чтоб тебе надо было хотели это конечно все здорово а можно его заглушить то нельзя его глушить по ходу он врубам его на куда переключаешься тихо тоже снайпер блин радио пусть у него разберем и атакуем когтями ах ты гад всегда себе вернулся главное все ладно да что-то я не ошибка уверена что твой правил так мы можем постановить хп за счет крови так карте че и часть обычной рукоятки еще где-то валялся а шиллинг убили короче мы обоих то я конечно честно говоря не хотел их убивать выбор не оставили чужина не дают так ближе не бою него а следы уходят меня за точно по-любому их убивать так посмотрите вершики какой-то уже нашли так я урон 160 можем его экипировать у нас вообще как-то в правой руке мачете старый колл не ладно пока оставим старый колл не буду я пока экипировать экипировывать оружие потому что там все равно у нас не так много патронов а ну-ка то на очки на то что получится сайта мы садим можем оптим по это слово я пока не буду так час получается она пока так оставляем блин блин ой ну ладно блин видели они меня нет да видели окей ааа как там фиксация целита вот окей все нормально а как короче что-то блин да что ж такое с этим управлением с двух сторон я не понедельник он же фиксировать должен но почему фиксации нету короче что-то странное блин фиксировать цель меня искать он ее не фиксирует за на бегут да чем делать чел него не этот где то есть давай давай джонатан бей его отлично отлично кусаем хп мне надо все нормально по усилим были близки к фейлу как короче я не знаю как то надо привыкать к этому управлению я не помню должен был через контур быть фиксация ну да он мышкой цель меняет но как то это все происходит моментально так там еще один оставался так уже лучше не завида копейки их убиваем блин счетом тело что лежит так новые методы новая тактика кое-кто из наших соратников считает что наше главное преимущество в борьбе с кровососами заключается в том что они не могут выходить на улицу днем поэтому мы можем уничтожать их в логовах когда они спят такая ошибка характерна для новичков во первых потому что вампиры умные пользуются множеством уловок чтобы сбить нас со следа во вторых потому что их убежища наполнены смертельно опасными ловушками для истребления кровососов в их убежищах понадобилось бы слишком много людей и времени лучше всего выслеживать и уничтожать вампиров когда они самом деле увезли мы ночью когда они охотятся в это время гораздо легче заметить их атаковать вот почему старые примена должны измениться и применять новую тактику с использованием небольших мобильных патрулей новинок техники и современных средств связи мы можем многое почерпнуть из опыта войны во франции новую стратегию методы использования нового снаряжения и оружия гранаты белый фосфор ультрафиолетовый свет промежилеты и огнеметы стражам пора перейти в двадцатый век новая война джеффри маккалуум ледиа стражи приема так пироман стражи приема это мак ну не маком скорее всего просто с огнем обралаются так крысы и убежище крысы часто вводятся рядом с убежищами чтобы быстрее их найти задействуйте чутье угу там видимо убежище наверху свет уходит в ту сторону давайте сходим до убежища да это убежище так какие-то детали снова нашли а не знаю что отдыхать или смысл нету пополнять нечем тут тоже пока ничего нет у нас ладно продолжаем поиск так северный док ой блин фига тут свежая кровь ей пахнет разовсюду запах такой сильный что кружится голова вампирюга блин синсо упрут так старая коса дворочное оружие чтобы задействовать особое свойство дворочное оружие выберите его и нажмите правое так например косой можно отразить удар если вы сделать это вовремя но нанесете врагу большой урон и улучшите его а то нанесите урон окей где у нас тоже уже а у нас сколько 4599 давайте попробуем да да она белки идет леча оставить вон пока так сделаем и 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 отлично сил нет ах ты гад ты ползучий дай бегаем бегаем на кровь пока есть еще можем восстановить отлично кусаем а когда получается уильям бишоп это вот моряк то он и был они тут парень который в лодке было я думал что то вам получается он превратился и убил всех тех людей почему так хп много объясните мне гад блин может не стоило мне брать косу а интерес или нормально ай хп надо а нормально пока все отлично кусаем че нач получается у нас первый босс а сил нету сил нету а 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 очень много энергии тратится на этого на косу на эту тихо у лим бишоп все отлично господь пастырь мой спаслим интересно того ты чувака или нет уильям бишоп так это честно он всех людей этих убил что ли выльям пожалуйста думайся офисе это это его логово получается такая как то я не знаю тут как будто поехавший сектант ужас какой-то ритуал проводил он походу или нет это просто я думал какой-то круг в центре нарисова может быть и нет хотя да свечи видите поставлена может быть ритуал ты был какой-то у него можно собрался принести в жертву вот этого чувака мы сейчас с ним поговорим так ульям был достойным человеком я мог его спасти мистер хэптон вы здесь я хорошо его знал послушайте меня я врач у вас шок уй ху блин сзади гаденыш спугался убил на заднем плане его учите некоторые сказали также живучи как мы кто вы что значит кали вы самом деле новообращенный как обладать постойте вы та женщина из папы вы такая же как я вы мне поможете кажется я уже это сделала исчезла да я спасла сейчас она верить не все хотя он не убил бы нас дали бы мы отпор ему глянусь святым георгием вы раскрыли тайну этих жутких убийств этот доктор тут как тут да дайте мне минутку я помогу вам сейчас я пришел двоюсь и мы все наконец покинем это ужасное место уильям не был преступником это все его жажда он должен был напиться этот человек нуждаться медицинской помощи нет не надо я должен вернуться к пастве я нужен ей всякий сэр доверитесь доктору сконти он наверняка сообразит как вам помочь советую присоединиться скоро задеть солнце и вам нужно будет спрятаться да одну минуту если я узнаю что происходило с уильяма то смогу чуть лучше понять что приключилось со мной так взять образец крови из трупа уильяма бишопа это существо точно не мой создатель может он какого-то подвида вампиров нужно где-нибудь провести анализ его крови так подняться на вод корабля что там было у нас по заданию появилась какая-то информация новая ничего не видно да первый босс у нас был уильям бишоп а куда мы направляемся в пемброкскую больницу она на другом берегу канала там найдется койка для мистера хэнтона это уильям кем он в итоге стал охотником, добычей, злодеем, жертвой кто знает главное что мы его остановили понятно а женщина кто она какая женщина держите меня за 2к вам обоим было нам нужно чтобы я нашел скале вы должны знать кто она а я так считал вас джентльменом не стоит обсуждать леди за ее спиной тем более что она предпочитает без в одинкогнито а если бы лондон был таким же спокойным каким кажется отсюда увы это лишь туманный морок или морок если честно я всегда обходил этот район стороной пемброкская больница последняя преграда на пути инфлюенции эпидемия уже опустошила и стенд и конца ее не видно мы сражаемся с болезненной передовой вы там работаете доктор Смонти я главный врач пемброкской больницы я думал что вас присылал этот таинственный орден братство да но прежде всего я человек такой же как и вы доктор Рид откуда откуда вам известно кто я не скромничайте все знают доктора Джона Рида если не ошибаюсь вы довольно авторитетный хирург так меня зовут сэр разумеется у меня были сомнения но они развелись когда вы взяли у бедняги у меня кровь на пробу сам доктор Рид чудесно мы встречались до войны я посетил три ваших семинара я восхищен вашими исследованиями какой пород судьбы самый известный английский гематолог возвращается в Лондон став вампиром снова это слово и вы зовете себя ученым понимаю вас обычно наука разоблачат мифы но что делать если они входят в нашу жизнь братство святого Павла посетило себя их изучению вам столько предстоит узнать в этом вы правы тогда скажу откровенно такие врачи как вы нужны нам в Пеймбургской больнице вы получите работу сможете спокойно обдумать свое положение я знаю что сказать я хотел вернуться домой больной матери но это было до того как я подхватил эту заразу доктор Рид подумайте над моим положением я поставлю вас в ночную смену и вы получите хороший предлог не появляться днем и у вас будет приличное сжалование и место где можно спрятаться я даже захватил с собой чистую одежду что скажете ну что скажете похоже выбора у меня нет с благодарностью принимаю ваше предложение великолепно Джонатан спасибо судьбе за начало нашей прекрасной дружбы странно он так спокойно с вампиром разговаривает даже работу предложил госпиталь Пембрук окей доктор Суанси слава богу я уже начал обеспокоиться сестра Крэйн у меня хорошие новости доктор ночь началась ужасно мы потеряли еще двух пациентов сестра Скоу сказала что с нее хватит и уволилась ну что ж утром составлю новый график отыщите пока хорошую постель для мистера Хэмптона и дайте ему все необходимое конечно доктор вот еще Дороти да доктор это доктор Рид он только что с фронта он служил королем империи а теперь будет помогать нам здесь в больнице большая удача заполучить такого одаренного хирурга тем более настолько опытного в переливании крови и верно хорошие новости доктор хм молодая проще перечислить что у нас в больнице есть чем сказать чего нам не хватает этот корабль еще не пошел ко дну лишь благодаря таким как сестра Крэйн будут вопросы обратитесь к ней у что спасибо этот сконси мне очень нужна уже помощь давай пожаловать наши ряды идут с этого крайне еду интересно так глава один достать и меня в больницу станет ли на здорово ну логично раз они последние остались на пути этой болезни так ладно друзья давайте мы продолжим наше приключение в следующей серии у меня на этом все не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал всем удачи и до скорых встреч пока пока а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok